Здарова, дорогой! У рыба обновился алгоритм и IronFish теперь, собственно, IronFish, но на алгоритме FishHash. Было это в начале апреля, конечно, надо было заснять об этом где-то неделю назад, но, блин, я тоже занимался своими делами какими-то, снимал Т-21, там, стоки на прошивке, С-21, стоки на прошивке ниш, на замену комиксу снимал Мекс.П2П, не забывай, что с комиксом тебе надо вывезти, у тебя уже там капают проценты, если ты не вывел, так как платформа закрылась. Ну, а сегодня мы сделаем, грубо говоря, IronFish, уже просто смысла снимать нету, мы сделаем какой-нибудь дабл. Дабл это дабл и трипл, то есть дабл что будет? Будет IronFish плюс Пурин одновременно маленький, еще зилюк туда прикрутим. А в следующем ролике, чтобы мысль не была бы длинной, мы, может быть, разобьем на несколько подмыслей дополнительно, то есть IronFish плюс Алепиум, IronFish плюс Карсон, IronFish плюс Грамм, ты понял мысль, но это в следующих роликах, а в этом ролике IronFish плюс Пурин. Ты готов? Погнали! Да, и плюс зилюк. Давай начнем с объемов. У IronFish объем суточный больше миллиона долларов торговли, у Пурина под 2 миллиона долларов объем торговли, у Зила 75 миллионов долларов объем торговли, то есть связка такая, в принципе, внушительная, майнить ее можно. Для того, чтобы майнить, тебе потребуется кошелек. Первый вариант, ты майнишь на свои кошельки, тогда ты также через CoinMarketCap переходишь на сайты и скачиваешь кастомные кошельки по всем трем монетам. Здесь есть свои плюсы, есть свои неудобства. Неудобство заключается в том, что тебе надо иметь 3 кошелька, постоянно их держать в форме, либо же держать на мобильных кошельках. Но мобильные кошельки не под все монеты есть, поэтому проще с точки зрения, конечно, это неудобно с той точки зрения, что ты держишь на биржевом обмене, потому что держишь у дяди. Но это удобно с той точки зрения, что ты можешь поменять ту монету, например, биток, и сразу уже вывести ее там на холодный или на аппаратный кошелек, куда тебе надо. Майнить мы с тобой будем на Мекс, потому что все эти три монетки есть здесь в связке. То есть, если это какие-то монеты, видишь, допустим, Ironfish, тут не так много бирж. Если это Purin, здесь вообще всего лишь 5 бирж, да, и Мекс тоже есть. И если это зелька, она-то есть везде. Получается, что в одном месте удобно получается тут майнить. Если ты перейдешь по моей ссылке, то тебе тысячу долларов за прохождение квестов, если ты их будешь проходить после регистрации. И в любом случае, переходя, не переходя по моей ссылке, ты можешь сам себе сделать скидку 30% от торговли за объем. Плюс еще дополнительные скидки можешь сделать, если будешь покупать монетку Мекс. Смотри, жму кошелек, депозит. В депозите нажимаю монетка Iron. Вот она выскакивает. И нужно будет вот так именно писать на пуль. Я тебе покажу чуть позже, когда будем полетное видео сделал. То есть, адрес Iron плюс мемо. То же самое здесь же. Нажимаешь кнопку Pui. Забираешь адрес Pui. Для этого майнинга вот такого копируешь. И как там копировал. Вот, обрати внимание, все приходит. Вот он Pui, вот он Iron, да, проблем никаких нет. И адрес Zilek нам нужен будет. То есть, Zilek вот так пишу. Все, забираю тогда. Все три адреса забираю. Перехожу в полетный Лиз Хайв. Далее идешь в кошельки, закладка Wallets на Хайве. И добавляешь монетки, которые тебе необходимы. То есть, если ты брал на Мекси, то ты так и идешь. Вот он у тебя Iron Fish. И вот здесь вот внимательно именно с Iron Fish. С остальными проще. Ты берешь Iron Fish адрес и вставляешь мемо. Как вставлять мемо? Синтаксис по Pui. То есть, вот он. Пул я буду майнить на Hero Myers. Iron Fish адрес плюс. Если бы здесь была точка на пуле, значит точка. Если на пуле плюс синтаксис берем с пула, то через плюс добавляем. Соответственно, вот он кошелек. Я взял с Мекси, смотри. Вот кошелек. И через плюс добавляю вот эту мему. Также его копирую. Возвращаюсь в кошелек. Вот он плюс. И вот он. Вот этот мемо точно так же вписан. Далее пишу адрес, куда я майню Iron Fish Mix. Если это Purin, опять же вот сюда и пишу, куда я майню. После этого переходишь в полетные листы. У меня полетный лист готовый. Я его тебе покажу. Соответственно, монету майню Iron. Кошелек, который с тобой только что создавали. Iron Fish Mix. Пул Hero Miners выбрал Россию. Далее, соответственно, Setup Miner Configuration. First Coin. Вот так. Алгоритм Fish Hatch. Wall.Worker Name. URL. И вот такие вот здесь подписи. Чуть позже расскажу. Далее в Second Coin идем. Здесь выбираем Pulling Hatch. Видишь, есть разные варианты. На это мы с тобой разобьем на разные ролики. И вот так вот все пишется. Пароль X. Wall.Worker Name. Это Wallet Template. Pull URL. URL. И дальше добавляется вторая строчка. То есть, Pui. Дуалкоин. Pui. Соответственно, кошелек, который мы с тобой делали. И Pull Hero Miners. Опять же, выбрана Россия. И здесь до параметра конфигурации. Что написано? Написано, соответственно, три алгоритма. Ну, два алгоритма плюс DIL. То есть, всегда можно майнить два алгоритма и вот так вот плюсиком DIL добавляясь. Соответственно, DIL он будет майнить. Но единственное, что его надо будет дописать. В нашем случае выбрана Fish Hatch плюс Puring Hatch. И вот это Minus U. Это адрес кошелька ZILIC. Соответственно, с названием Riga. Его, кстати, пришлось поменять в процессе. Ну, да ладно, не об этом. Потому что там один Pull не майнил. Sharp Pull, который. И дальше подключение к Pull. Stratum плюс TCP. Crazy Pull и Stratum 50.0. 05. ZIL COUNDOWN означает, сколько времени осталось до раунда ZILIC. То есть, если шили на бокс открыть, здесь видно, что до раунда ZILIC осталось приблизительно 56 минут. То есть, это означает, что через 56 минут раунда ZILIC стартанет. Ну, и приблизительные настройки для моих карт. Настройки я брал с Hatch Rate No, но я их поменял. Настройки на самом деле крутые, потому что по этим настройкам 40-90 стартует на 73 мегахеши. И 14,5 гигахешей идет с Purina дополнительно. Но так майнить нельзя. Почему? Потому что если я отбиваю вот эти вот настройки, именно PL 480 или даже 450 или даже 400, то карточкой буквально там за несколько минут становится от 80 до 90 градусов. Поэтому так майнить нельзя. Что я сделал? Я сделал, в принципе, те же самые настройки. Добавил здесь смещение на 300. И ядра, да? И PL поставил 350. Сейчас тебе покажу. Вот. Получилось более-менее нормальный хэш. То есть, вот оно смещение. Вот он, PL 350. Нормальный хэш. При этом карты более-менее в адекватных температурах. Понимаешь мысль? Но здесь надо экспериментировать с разгоном. То есть, пробовать вот эти два параметра как-то менять. То есть, от того, что здесь стоит ядро 2010, если вызвать NVIDIA.info, оно будет по факту 1300 с копейками. Потому что PL и не хватает, чтобы оба алгоритма на таком ядре освоить. У меня здесь был вот NVIDIA.info, обратите внимание. А здесь 1365 по факту ядро. Не может он взяться. То есть, смещение взялось, а этот не может взяться. Поэтому здесь что делать? Надо экспериментировать. Разгон ты должен понимать, это примерный. Он не совсем точный. Надо экспериментировать со смещением. И надо экспериментировать с PL. И чтобы ядро бралось. То есть, мысль такая, что Ironfish, это после того, как смена алгоритма, он по памяти, ему нужно больше памяти. А второй монете, имеется упорина, ему нужно ядро. И нужно вот найти вот этот золотой баланс. В смысле я тебе дал, там уже сам, как говорится, дальше догонишь, как более-менее правильно сделать. Ну и сейчас у нас с тобой пошел раунд дела. Если в Ширинобок смотреть, вот они, смотри, принимаются по пулу. То есть, все работает. И как раз я сейчас запустил личный кабинет. Вот здесь я на замену Sharp Pool запустил этот пул. Потому что Sharp Pool я манил, ребятам скинул новостной. Вот она, вот эта ссылочка, заходи, подписывайся. И получилось так, что нету никаких вообще долей сутки я там проманил. Поэтому резко пришлось поменять пул. Все, то есть, он отманил, получил 6 долей. И пишет, что через 72 минуты будет новый раунд. Ну и давай данные из пула. Вот он Ironfish Hero Miners. Сюда вписал свой кошелечек. Здесь он сразу прогнозирует бюджет, что в день будет 2.40 Iron и 4 доллара 6 центов с 4 фидюх. И здесь сразу же выплаты. Выплаты приходят. Давай сразу посмотрим. Вот они, выплаты на MEX приходят всем. Здесь же пул по пурину. Сюда вписал свой кошелек. Здесь он пишет, что 4 доллара 12 еще дополнительно. То есть, суммарно где-то 8 долларов 16 центов в моменте. И выплаты тоже, они приходят. Вот они, вот эти выплаты. Что касаемо Zilliq. Вот он личный кабинет. Здесь я только стартану, как я тебе сказал, после другого пула. Потому что другой пул сутки я там провисел, не платил. Но здесь тоже какая-то копеечка, по идее, должна пролепать. Собственно, вот такой Triple Mining. Если тебе интересно, чтобы я заснял то же самое LollMiner'ом. Или чтобы я заснял для AMD Card эту же компоновку. Или, может быть, там ты хочешь другие формулировки. Имеется в виду Triple Fire and Fish плюс Gram плюс Zill. Iron Fish плюс Carlson плюс Zill. Iron Fish плюс Alepium плюс Zill. Дай знать, если я увижу много просьб таких, то я, в принципе, сделаю. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь обязательно на Instagram, Telegram, YouTube, Twitter, Dzen, ВКонтакте и другие социальные сети. Я всегда везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Давай. Бай-бай-бай. Продолжение следует.